Привет, ребята, с вами Изя, и хотелось бы спросить, как вам ситуация, которая сейчас складывается на третьем, втором ранге, иногда четвертом, именно в авиационных сражениях. На самом деле, я хотел сегодня сделать видео касаемо того, как выживать в таких суровых условиях, условия действительно очень суровые, ведь я выбрал советские самолеты, чтобы превозмогать, так как в основном мы попадаем против комбинации крайне мощной и опасной, это японцы плюс немцы. Чем же они так страшны? Они идеально друг друга дополняют. Если японцы это невероятная маневренность и крутится с ними суицид, там не требуется какого-то уникального навыка, просто вам садится даже самый неопытный игрок на японцы на 6 и вы уже никак не спасетесь на советском самолете. Будь то Як или же Лавка, потому что есть одна большая проблема у этих самолетов, они в отличие от американских коллег на том же боевом рейтинге имеют не слишком-то большой потолок скорости. Но это касается лишь машины ниже четвертого ранга, потому что на четвертом ранге есть ЛА-9, потрясающий самолет по вооружению, скорости, то есть он еще и в пикировании может что-то делать, в отличие от своих младших собратьев, а это большая беда, потому что 650-670 км в час и на третьем ранге тот же Як-9Т или Як-3П испытывают большие трудности, что уж говорить, даже Лавка на 700 может развалиться. Поэтому и получается, что от тех же Зеро еле отрываешься, вот сами видите, катастрофа просто, но благо уже на максимальных скоростях все-таки Зеро начинает сдавать. А вот если это будет какой-нибудь немец, которых полно сейчас в команде вместе с японцами и все, катастрофа. Получается в ближнем бою во время Догфайта шансов практически нет, Зеро просто на месте крутится, еще раз говорю, там на уровне хлебушка просто народ может играть и он будет вас перекручивать, даже если вы киберкотлет, батька нагибатор, там скилла не надо, чтобы перекрутить какой-нибудь Як. И, кстати, так оно и есть, можете посмотреть даже статистику, многие сейчас ломанулись играть за японцев и еще и за немцев, потому что это изи фраги, все вот эти вот хлебушки, ну и говорю про все, ладно, процентов 70 игроков на самом деле играют очень слабо, но тем не менее за счет как раз нации и этой комбинации с немцами они тащат. Ну и сами по себе немцы отличная нация, сам люблю за них поиграть, и вот в компу с японцами противника вообще не чувствуешь, Зеро разрывают как пираньи в Догфайтах, разворачиваются на месте, быстро снимают друг другу шесть, это просто катастрофа, и с ними можно бороться лишь при одном условии, о котором я расскажу чуть позже. А немцы в то время могут бум, зумить, прикрывать, и даже если появился какой-то быстрый американец, вот это единственное спасение, да, который затесался в советскую команду, то да, он может оторваться от японцев, но не от немцев, фука падает и просто сбивает этого противника, который по какой-то случайности смог выйти из этого безумного Догфайта. Поэтому я и говорю, это крайне страшная комбинация. К тому же, далеко не каждый бой американцы или же, например, британцы играют в команде с советами. Есть чисто такие, знаете, советские сражения, где просто не на что положиться. Против тебя две нации, японцы и немцы, ты такой в одно лицо думаешь, как на советах бороться на третьем ранге. У вас в команде в основном Яки, заметьте, на лавках практически никто не летает. Это потому, что как раз лавка, она сама по себе, по концепту, не очень подходит для боев против японцев. Казалось бы, должна ходить проходными атаками, сбивать, но проблема в том, что если лавку возьмут в прицел, у нее такая же проблема, как у Яка с флаттером, то есть, ну, ничего не поделать, никак не оторваться практически. Следовательно, Як хотя бы какие-то возможности имеет, он лучше все-таки маневрирует, у него очень мощное вооружение, не эти, не до шваки, поэтому лично я решил выбрать именно его, тем более, что это был один из моих самых любимых самолетов раньше. Но если хочется играть на других самолетах, ради бога, каждый выбирается. Ну и вот мы подошли к главной сути. Как быть в такой ситуации, когда в целом сетап против советской команды на третьем ранге? Здесь поможет исключительно командный навык, какая-то взаимовыручка, поддержка. Один из таких примеров я вам приведу. Например, Зеро, да, они в огромном количестве занимают высоту, они хорошо клингят. И что делать? Они спокойно падают, нужно лишь отрываться, пикировать, тянуть противника за собой, заставляя его терять высоту. Один из таких примеров вы сейчас видите на экране. И вот в результате этого складывается как раз шанс для того, чтобы мы могли победить. Пока противник сосредоточен на одной цели, а может быть на двух, они не замечают, как остальная команда противника, то бишь наша, советская, получает преимущество по высоте. И независимо от того, насколько хороши Зеро в докфайте, если хоть кто-то из наших будет на высоте, так или иначе их можно будет ловить на маневре. Потому что Зеро не всегда по горизонту ходят. Некоторые делают свечку, подвешиваются, пытаются делать петлю. И это большая глупость со стороны японцев. И этим, разумеется, пользуются те люди, которые имеют преимущество по высоте, разогнались и ловят на маневрах. Я понимал, что у меня печальное положение, поэтому решил даже не экономить боезапас, быстренько сбить одного противника, потом каким-то образом разменяться, если будет шанс, в лобовой. Но, тем не менее, я сделал уже очень важную вещь. Во-первых, уничтожил двух противников. Одного сбил, второй столкнулся со мной. У них вообще, у японцев, любовь какая-то, видимо, к лобовым таким вот столкновениям. И, соответственно, приличная часть команды противника спустилась, подарив нам таким образом победу. Но, к сожалению, такое бывает далеко не всегда. Бывают противники все-таки умнее. Я же сказал, что все-таки 70% игроков, которые пришли за изи фрагами, это играют на уровне хлебушка за японцев, иногда за немцев. Но, тем не менее, те 30% все-таки остаются, которые опытные, которые действительно могут представлять опасность, потому что не будут бездумно сливать высоту. И вот здесь нужно полагаться, опять же, на напарников. Если нет постоянного напарника, придется, знаете, импровизировать. Вот за мной летит враг. Что я делаю? Я понимаю, что либо нужно размениваться в лобовую, чего я не очень хочу, потому что это рулетка, либо тянуть к какому-то союзнику или союзникам. Я выбрал такого союзника. Казалось бы, да, в стороне летит парниша, ничего не делает такого особенного, да? Но по нему сразу видно, что это игрок, который играет только на себя. Он мог бы подлететь и помочь мне, тем не менее, вместо этого он решил продолжать отдаляться в противоположном направлении. Но есть и хорошие примеры. Вот данный игрок, обратите внимание, что он сделал, когда за мной летел Зеро. Вместо того, чтобы искать какие-то рандомные фраги, он сделал правильный приоритет. Он снял мне 6, в результате чего я начал разворот, я даже чуть раньше его начал, понимая, что он летит мне на помощь, чтобы в итоге помочь ему. Но, к сожалению, я немножко не успел, он не увернулся от атаки. Если бы он смог грамотно вернуться от атаки Густава, то, соответственно, мы бы без потерь разрулили эту ситуацию. Тем не менее, я за него отомстил. Но этот парень молодец, он знает, как правильно играть в команде, потому что здесь очень важно плюнуть на добитие какого-то противника, который в самых низах. И стадо вот этих вот мамкиных бумзумеров просто спускаются моментально ради одного лишь фрага. К тому же, пожертвовать фрагом, когда нужно выбрать, что сделать, как бы получить этот самый фраг или же помочь союзнику снять с него 6. Разумеется, лучше снять 6. Может быть, вы не заработаете фраг, может, потом заработаете за то, за его спасение, потому что легче сбить противника тогда, когда он кого-то преследует и включает туннельное зрение. А Зеро это как раз идеальная цель для подобного, потому что в других условиях Зеро сбить очень сложно. Это такая верткая машина, но когда они кого-то преследуют, они не используют весь потенциал самолета на максимум в плане маневренности. И это отличный шанс. Взаимовыручка. Она поможет решить хотя бы одну из двух проблем. Если у нас есть в противниках еще немцы, то не стоит убегать. Нужно просто уклоняться и успевать снимать 6 союзников, когда с Зеро вступают докфайты в маневренный бой и так далее. С ними не надо крутиться, нужно просто выигрывать время, пока вам не снимут 6, и то же самое делать в противоположном направлении. А это возможно, пока у вас есть запас высоты. Я не кручусь в горизонте Зеро, уклоняясь. Я все время разгоняю самолет, потому что на больших скоростях во время уклонения от противника у Зеро очень серьезно дубеют рули высоты. И он не может нормально маневрировать, крен делать. И это отличный шанс, чтобы выиграть то самое время. Ну и если будете играть в одиночку, скорее всего фраги у вас будут. Но не будет итоговой победы по сражению, потому что знаете, как одиночки делают? Сливают команду, потом получая конечно преимущество по высоте, может быть добьют там 2-3 противников. И в итоге все равно сольют, потому что не на кого больше положиться. Команда-то слилась, пока он там где-то клинг был. И это беда. И еще, если есть возможность, Боброводам тоже немножко помогайте. Потому что когда к ним садится на 6 какая-нибудь бригада, это также отличный шанс сделать пару фрагов и заодно помочь союзнику. И может быть даже выиграть по наземке, кто знает. В общем друзья, казалось бы, да, такие банальные вещи для некоторых. Для некоторых может быть это какая-то там истина открылась неожиданная. Но я надеюсь, что вот эти вот простые заветы будут соблюдаться и команда вот как раз советская, может быть там вкупе с американцами, с британцами, они начнут эффективнее бороться на третьем проблемном ранге против японцев и немцев. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, пользуйтесь, ссылочка в описании под видео, если нужна 3-процентная скидка на Улитка Шоп. И нагиба вам. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok